Фиксировали, документировали. Оно войдет в учебники, как проводились политические репрессии в отношении оппонентов. Когда садили в СИЗО за репост гиперссылки, раз. Когда, не имея каких-либо доказательств, следователь вынужден будет стать потерпевшим, чтобы как-то попытаться человека закрыть в СИЗО. До этого никакие действия не проводились, никому было еще неинтересно. Они просто прикрывали свое одно место, потому что я за Лене написал, что в отношении меня совершено противоправные действия. И что, думаете, кто-то в ЕРД что-то внес? Нет. Но это же не впервой, когда я приходил на сессию, когда препятствовали мои депутатские действия. Я только через суд добивался внесения данных ЕРД. А здесь вот этим Лымари, или кто там был, следователем, плотников. Да они смеялись все с вас, с вот этих работников из ГОГА. Тут такой караул подняли. Я знаю много. Тут прокуратура областная давит, говорит, бред полный, но мы выполняем. А потом они реанимировали это дело. Реанимировали исследователь статусе потерпевшего, зная это. Сказал он, кстати, можно задать вопрос? Или я не имею права? Сказал, например, Ивану Михайловичу Смусарю, или нет, что он потерпевший? Мне интересно, они соучастники или они как бы пороздействовали? Это тоже вы в своем решении сделали. А раз 110-е не будет доказано, все, что происходило в палате, это незаконные противоправные действия. Я хотел бы посмотреть на вас, когда вы лежите. Не дай бы, не вас, на любого человека, как бы он себя вел. Ты лежишь в больничной палате, никогда дело не имел с промахнительной системой вплотную. Да, приходил на допрос. А когда тебе тут что-то рассказывают, а у тебя кровь из руки льется, льют лекарства, как ты должен себя действовать? Должен защищаться в рамках закона. Да, я буйный, да, у меня есть своя позиция, да, я не сдаюсь, но у меня есть и желание жить, а не умереть.